Столб Сян Лун Джуан, усмирение дракона, и мы выходим его через столб Фу Бау Джуан. Посмотрите, возьмите обхватывающий столб, и теперь поопустите ладони вниз, и указательные пальцы почти навстречу друг другу. Но при этом смотрите, чтобы локти не поднялись. Этот столб, он почти плоский такой, горизонтальный, но тем не менее локти немножко, чуть-чуть все-таки ниже, немножко, чтобы они не задирались. И здесь вот такое натяжение сухожилия. У нас в столбах, смотрите, есть вот такое натяжение сухожилия. Вот этот столб мы еще не делали, с этой стороны есть натяжение, есть столбы с этой стороны натяжения, а вот этот столб натяжение сюда. То есть вот эти натяжения, они ключевые, имеют значение, потому что каждый палец, он связан натяжением, фасциями до позвоночника доходит. И там очень интересно такая, не буду сейчас углубляться, картина происходит, когда важно, в каком положении ты держишь. И поэтому важно разные столбы нарабатывать. В этом столбе у нас практика, как мы обычно делаем. Сначала мыслью расшевеливаем, сознанием расшевеливаем свое тело в направлении назад-вперед, это с водой. Чуть назад, чуть вперед, мягенько. Вода поталкивает сзади, я чуть-чуть назад как бы на воду опираюсь спиной. Еще до конца не дошел уже, спереди вода толкает, я сюда. Все это на фоне того, что у меня между головой и стопами разнонаправленные усилия, и я могу смещаться не волнообразно, а целостно. По мере опыта вы начинаете с такого, можете начать с заметного движения, а потом попробовать уменьшить, чтобы со стороны почти не было видно, то ли есть движение, то ли нет. Очень такое небольшое, мягенькое. И пальцы растянуты, добавляем назад небольшое раскрытие, вперед-закрытие, назад-наружу, вперед-внутрь. Как будто я растягиваю тоненькую-тоненькую пружинку и не хочу ее порвать. Натянул, сжал, натянул, сжал. Только чувствую, начинают плечи уставать, чуть ниже опустил, подвигал, отдохнул, расслабил, снова поднял. Если чувствую, поясница начинает, можно подвигать, убрать там зажимы. Ноги устают, сдвинул, шея, то есть все части тела должны быть живые. То есть убирайте, как правило, стол показывает, где проблемы, и их нужно убрать. Часто вот когда люди такие сильные, у них сложнее делать, потому что мышцы напрягаются больше и требуется больше времени, чтобы их расслабить. И еще одно направление, вверх-вниз. Здесь назад так же вверх, а вперед вниз надавливаем, притапливаем. Как будто руки лежат уже на таком большом мячике, шаре, который на воде плавает. Я немножко из воды пробую приподнять и потом притопить, облокачиваясь, всем телом надавливая. Но не использую напряжение мышц. То есть они сохраняют такой тонус, но он очень тонкий. Без напряжения. Назад, наружу, вперед, внутрь. Назад, вверх, вперед, вниз. И вот когда вы здесь поймали, вот это положение стало привычным, поймали правильно, можно переходить в столбу Сен-Лун-Джуан, потому что у нас ладони будут как раз в этом положении. Давайте в одну сторону с вами сделаю. Вот вы в этом столбе стоите. И поворачиваемся, начинаем разворачиваться вправо. Посмотрите, левую стопу развернул прямо к окну, вот сюда носочек направлен. А правая стопа вот к этой стене. То есть буквой Г получается такое положение. Носок левой ноги и правой пятки на одной линии. На одной линии. Вот я встал, видите, синие и красное татами. Вот и показал, что они на одной линии. Чтоб не было вот таких пересечений. Вот. И не было большой ширины. Передняя нога согнута немного и вес тела чуть-чуть больше на ней. Задняя нога, колено выпрямлена и пятка прижата к полу. Вот здесь можно чуть шире или чуть длиннее индивидуально выбрать. Очень длинную позицию делать не надо. И в этом положении первое, что мы с вами делаем, немножко наклоним спину вперед. И попробуйте дать натяжение, почувствовать натяжение между головой, между макушкой и пяткой задней ноги. Чтобы не было согнуто, а было такое легкое растяжение. А? Руки я пока акцентирую внимание, потом покажу прямо, чтобы с руками повернуться. Я пока умышленно опустил руки, чтобы акцентировать внимание на положении ног и спины. Потом мы к рукам вернемся. Вот. Есть. Это очень важно, чтобы была такая декомпрессия, растягивание позвонков. И в этом положении поверните шею немножко всем телом и посмотрите на пятку левой ноги. И может даже чуть-чуть дальше пятки. Вот здесь у нас уже получается вытягивание с небольшим поворотом. Теперь посмотрите на меня. Поднимаете руки примерно на власти груди. Вот как мы держали. На встречу. Правая рука, вот она ближе к тазобедренному суставу и туда дальше уходит в направлении пятки. А левая рука примерно на власти груди, развернута и не без задирания локтя, располагается вот так плоско, горизонтально. Теперь пошевелите плечами, попробуйте их расслабить, чтобы они не были напряженные. Подвигайте. Вот. И в этом положении пока просто немножко постойте, сохраняя натяжение и небольшой вот этот поворот. Вот. Медленно раскручиваемся. Вот в этом против часовой стрелки раскручиваемся, раскручиваемся. Мы сначала по упрощенной схеме и тут же в другую сторону. Смотрите, я стопами перебираю, в эту сторону закручиваюсь. Опять у меня носок правой ноги, пятка левой ноги на одной линии. Вот. Также даю натяжение и даю закручивание. В эту сторону. Взгляд на пятку. Весь тело чуть-чуть больше на передней, на левой ноге. Колено правой ноги выпрямлено. Передняя немножко согнута. Раскручиваемся. Теперь поворачиваемся влево по часовой стрелке. Поворачиваемся. К окну, к окну, к окну. Скручиваемся. О! Видите, сейчас мы в это положение. Вы меня одновременно сможете делать и видеть меня. Значит, теперь весь тело у нас на левой ноге больше. У меня есть небольшой наклон. Я поворачиваюсь и взгляд направляю чуть дальше пятки правой ноги. Положение стоп буквой Г, обратное положение Г. Весь тело чуть больше на левой ноге. Проверьте, чтобы плечи у вас были мягкие, без напряжения. Вот. И у вас должна быть бедро и спина примерно на одной линии. Вот. Ну, общая картина. Примерно так неплохо делаем. Из этого положения раскручиваемся. Видите? Вот. Стопаем, перебираем. И в другую сторону закручиваемся. Угу. Вот. Опять вы меня сможете и видеть, и делать. Теперь правая нога согнута, а левая прямая. Вот. Мы сейчас сделаем в общем форму. И я вам отдельно, не отвлекаясь, чтобы на движение, покажу детали. И уже более глубже в эту форму залезем. Есть. Это первый этап разучивания формы. Чтобы вы, в общем, примерно представили, как положение ноги. Где чуть больше веса. Что вообще происходит. Теперь вы пока не делайте. Я покажу, чтобы вы полноценно могли увидеть некоторые детали. Когда я принимаю, ну давайте в эту сторону сделаю положение. Вот это положение. На что нужно обратить внимание. Линия бедра и спины. Давай на тебе покажу. Она примерно на одной линии. Вот видите. Какая ошибка неправильная. Сейчас покажу. Когда у вас, видите, вот такая прогиб. Это неправильно. И у вас позвонки в этот момент, они наоборот, навстречу зажимаются. А когда мы примерно так выстраиваем и мысленно даем такое небольшое натяжение между пяткой сюда. Это хорошо для спины. И вот в этом положении, поднимая руки и начиная подкручиваться. Вот когда я принял, первое, что нужно делать. Как правило, у вас плечи напрягаются. Нужно опустить. Вот почувствовал, расслабить. И теперь можно расшевелить, попробовать наше тело. С вытягиванием мы одновременно такие легкие-легкие подкручивания делаем. Но это важно, если я не буду давать вытягивание, то может быть какая ошибка, когда вот так вот просто выгибается и уже в этом направлении позвонки плохо. Вот, поэтому вот мы сюда мягенько-мягенько так пошевелили, пошевелили. Есть. А можно попробовать, если вам этого мало, чуть пониже опуститься. Вот так, да, здесь начали поделать. А здесь почувствовали, о, уже дыхание запирается, напряжение пошло. Стоп. Выше поднялись. То есть можно регулировать, не надо делать рекорды. Вам должно быть комфортно, без большого напряжения. Аккуратно раскручиваем, стопами перебираемся сразу из этого положения в другую сторону. Да, так же. Прикрутились, ага. Ну, я чуть-чуть пошире, да, вот так. Первое, плечи включаются, сразу раз, расслабили. Видите, да, опустились. Вот. И опять вспоминаем, натяжение от головы до стоп есть. И нам нужно вот сделать с этим натяжением немножко вот так расшевелить поясницы. Внимание больше на пояснице, не на верхней, а вот здесь, на этой части спины. Вот меня, мой мастер в Китае, он призывает немножко подкручивать так, чтобы вот эта рука чуть ли не туда, не за пятку ходила. Ну, ближе к пятке, по крайней мере. Но к этому уровню надо постепенно подойти, я потом покажу. Вот так вот мягенько-мягенько пошевелили в этом направлении. Обратно раскрутились. Теперь, Артем, встань, пожалуйста, лицом сюда. И опять делаем, ну, допустим, в любую сторону. Нет, к окну, допустим. Вот так. Я с этой стороны деталь. Да, да, да. Вот. Плечи вспоминаем опустить. А теперь я обращаю внимание на руки, чтобы вам было видно. Некоторые у них смещаются, ведь угол уже не тот. Здесь нужно поддерживать тоже тот угол оптимальный, который у нас был. То есть вот это пример 90 градусов. Вот. Эта рука примерно на уровне тазобедренного сустава. И мы ее потихонечку-потихонечку, вот так в телом, не руками, а вот этой частью начинаем шевелить, расшевеливать в этом плане. И взгляд направляем сюда, чтобы шейный отдел тоже поработали. Вот. Руки легкие. Вот сейчас немножко у сенсея такие, это у всех у вас будут такие, ну такие тяжелые, мягкие. Я потом на себе покажу, какие нужны. В другую сторону. Аккуратно. Здесь докрутились. Колено проверили, пятка прижата, здесь натяжение по икроножной, по задней бедра, по всей спине. Углы проверили, расслабили. И попробую сейчас сделать такое ощущение, как будто они плавают в воде. Комфортно опираются на них. Вот, вот уже лучше. Видите, они такие легкие, свободные. О, вот такое ощущение. И такое же ощущение плавающих рук нужно поймать во всем теле, чтобы весь позвоночник такой живой дергается. То есть, сейчас мы с вами взяли вот вытягивание с небольшим подкручиванием. Вот этот элемент. Раскрутись, пожалуйста. Вот. Мы поэтапно, прямо глубоко в столб залезем. Я на себе покажу, и вы сделаете. А потом мы еще дальше зайдем на следующем этапе. Посмотрите. Или вот, как, смотрите, вот стоял в этом столбе фубао, и прямо руки сохраняю в этом положении. Закручиваю, закручиваю, руки немножко разъезжаются. Вот. Проверил, что у меня руки опущены. И вот сюда, ближе к пяточке, начинаю подкручивать. А посмотрите, руки вот они, видите, как плавают. Это немножко заметнее покажу. Они как в воде. То есть, они не вот такие, не зажаты, плавающие. И все тело. И вот попрутил сюда, влево-вправо, влево-вправо. Но все это на фоне растяжения. Мягко-мягко выпрямляю, закручиваюсь. И, в принципе, не меняя положение рук, в эту сторону. Плечи проверил. Вот сейчас пониже сделал. Какое-то время поделал, почувствовал, дыхание сбивается жестко. Чуть выше поднялся. Пошевелил. Проверил, что руки плавают. Сюда поискал, покрутил. Тело, знаете, в каком состоянии? Ну, вот те, кто постарше, может помнить, человек-амфибия. Там музыка, можно под эту музыку делать. Дракона там. Я могу сейчас на телефоне. Там музыка такая. Вот. И такое состояние ловишь, и становишься таким драконом. Мы сегодня глубоко залезем. Давайте вот второй этап сделаем, когда вы сохраняете вот это положение. легкости плавающей позиции и вот то что я подправил чтобы углы были правильные сделайте пожалуйста нитируем значит у нас натяжение проходит по икроножные мышцы по бедру через поясницу по спине и до шеи сюда доходит и попробуйте постепенно вот сюда чтобы ладонь вот до сюда ходила закручивалась вот но чтобы не было прогибания вот такого да чтобы спина была немножко выпуклая плечи расслабьте расслабьте да и вот положение ладони вот так навстречу вот это вот навстречу как бы пальцем пошевелите легко легко подвигайте легко 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 ага мягко 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 чуть-чуть вот здесь согнутого немножко тогда чтобы на одной линии спина как бы выстраивалась колено полностью взгляд в сторону пятки задней ноги вот здесь помягче аккуратно раскручиваемся в другую сторону но я рекомендую не больше минуты на каждую сторону на данном этапе сделать и в другую сторону вот я сейчас принял позицию и попробуй меня немножко руки попробовать и потом подвигать по закручивать по раскручивать эти очень податливо очень мягко тоже тело реагирует не вот так у сейчас покажу как большинство из вас вот здесь напряжение есть вот а теперь покрути такое сопротивление да а как дверная хорошо смазанная дверь и в таком легком комфортном состоянии вы как раз и делаете да другую сторону первое руки плавающие как будто они плавают легко ведь без напряжения вот если ниже наклонюсь на рекорд подвигать уже чувствуется видишь такая жесткость да значит многовато на чуть выше подняться и так чтобы здесь у вас комфортно было очень важно чтобы спина в этот момент она мягкая было натяжение и легкое такое подкручивание как нет болевых не должно быть должно быть вот ощущение пограничное между тем что тебе очень комфортно и в то же время ты чувствуешь немножко как бы тянешь приятное растягивание такое да вот когда высвобождение такое комфортное это знаете можно чем сравнить с точки зрения допустим цигуну красиво описанию кого-то встречал когда мы есть у нас какая-то ткань вот и она немножко запачкалась мы в проточной воде прополоскали а потом берем и начинаем выжимать воду как выжимают если я просто буду закручивать она вот так вот скукожится да но выжимать нужно одновременно с россия растягивание и в этот момент как раз вот это вот то что остатки грязи они как раз выходят из позвоночника из этого то есть можно образно вот так посмотреть да то есть и вы должны очень мягко расшевелить но если слишком жестко буду делать то я это плохо для позвоночника поэтому здесь нужно поймать тот баланс когда вам комфортно делать и в то же время вы чувствуете что вот близко подошли какому-то к своему пределу чуть больше сделать уже жестко пошла вот но лучше не доделать чем переделать потому что я сам как-то когда фильм снимал и это много раз один план делал перегрузил у меня почти все лето потом вот эта перегрузка чувствовалось здесь очень надо ощущать чувство меры по минуте вполне достаточно если вы каждый день будете делать два раза в день допустим утром и вечером если у кого-то со спиной есть и немножко не доделывая не дело очень много очень хорошо вы почувствовать как его спина укрепиться сейчас мы еще раз сделаем вот ну давайте еще кто-нибудь попробует по ощущениям коричневые пояса давайте сначала по поясам руки и также вот это подкручивание закручивание как флюгер легко вот такое вот ну вы потом расскажите стальным но в общем то видно было да потому что когда новички делают у них приходишь прямо чувствуешь вот эта жесткость вы потом друг друга можете сами потрогать и поделать а давайте так сейчас делаем по парам разбейтесь один делает а второй как раз поможет почувствовать хорошо вы делаете нет давайте так так на полезнее будет давайте между между руками да я когда этого еще дойду тоже вот чуть-чуть опередил но ничего ага а вот здесь смотрите типичная ошибочка посмотрите видите тело почти вертикально наклон то есть у нас получается вот здесь вот уже не ровно нужно обязательно чтобы был спина и бедро на одной линии как бы вот да теперь сразу стой стой посмотрите на плечи не держи держи опусти плечи видите насколько они опустились вот это почти у всех бывает да 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 она примерно на одной линии да 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 вот это вот примерно на одной линии так вот это примерно все на одной линии у часа попробую выстроить вот поворачивайся чтоб взгляд был туда направлен ну скажем примерно так ошибка какая если мы в эту сторону перегиб и наоборот если слишком здесь в это уже такой перегиб ну туда сложнее это такие есть там умельцы которые делают плечи вот на потихонечку вот и вот эту руку чуть пониже ну и вот они но не вялые тем другая сайма да так ну никого то если взять пальчиками легко тук 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 вы должны легко да вот как веточка веточка смотрите я веточку отклонила на очень легко отпустила она сюда же вернулась в эту сторону отклонил веточку отпустил она мягко вернулась вот такое как такая тонкая упругая по чуть-чуть по чудо не переборчу мы сейчас брали проверяли вытягивание и подкручивание а у нас еще есть открытие-закрытие такое как мы здесь назад наружу вперед внутрь да вот эти все делали здесь назад наружу вперед внутрь посмотрите как открытие-закрытие кайхэ по китайски в этом столбе происходит у меня между запястьями тоже такая тоненькая пружинка и когда я закручиваюсь туда дальше эту пружинку немножко растягиваю а когда поднимаясь сжимая еще заметно показываю нарочито заметно растяжение сжатие растяжение сжатие и еще это еще чуть сложнее но можно попробовать найти вот это растяжение сжатия между ногами тоже здесь между ногами растягиваю жимаю здесь движение очень маленько но тем не менее тоже нужно объединить сознанием пружинками и нижнюю часть тела еще раз расслабили плечи поймали вот это вот легкое что можете влево-вправо поворачивать легко и потом попробовали натяжение сжатия одновременно от натяжения и по позвоночнику проходит и между руками и между ногами и вот так расшевелили а потом в другую сторону выстроили расслабили проверили пятка прижата влево вправо почувствовали свободу и вот открытие закрытие открывая от растягиваю на заметно если показать но это очень мягко то ли есть то ли нет вот на таком уровне постепенно прийти и одновременно видите с подкручиваем закручиваем я еще добавляю вот это вот открытие-закрытие давайте попробуем в столбах у нас еще есть направление вверх-вниз назад вверх вперед вниз да вот здесь тоже назад вверх вперед вниз назад вверх вперед вниз назад вверх вперед вниз то есть примерно стереотип работы базовые начальные он во всех столбах примерно одинаковый как в этом столбе вверх-вниз работа происходит посмотрите когда я закручиваюсь к ноге туда и одновременно растягиваю, я работаю вниз. Сейчас именно это направление буду выпячивать, а назад вверх, как штопор, к ноге вниз, от ноги вверх. Теперь чуть уменьшаю внешнее движение и пробую. При этом руки как будто всасывают, когда я вверх, я немножко через центр ладони, точка лаугун, как будто что-то всасывает, как будто дышу через ладони. Вверх, вниз. Но при этом, видите, у меня остается влево-вправо, еще наружу-внутрь. Если сложно все направления одновременно удерживать, просто акцентируйте вверх-вниз, но на закручивании. Раз. Это вот особенно заметно на руках, но по большому счету это все тело работает с какими-то акцентами на открытие-закрытие или вверх-вниз. Плечи проверили. Подкрутили сюда пяточку, сюда вниз, назад, сюда вверх. Вниз, вверх. То есть как штопор. Закрутил, раскрутил. Локти расслаблены, плавая. Здесь все время желание согнуть. Проверяйте, чтобы пятка прижалась и вот такое положение было. Очень, кстати, хорошая проработка тазобедренных суставов профилактика. И массаж внутренних органов. Печень, селезенка, все там идет. Понятно? Рассмотрим типичные ошибки. Так, а можно наоборот так, чтобы лицом сюда? Так, так. Ну да, 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 да. Ага. Вот что вы видите сразу? Первое. Тело почти вертикально, да? А здесь получается вот такой сгиб сюда. То есть нужно немножко вот это. Это раз. Второе. Плечи, плечи. Вот видите, насколько постили. Третье. Вот эту руку нужно вот сюда, дальше вот сюда. И ее подкручивать туда, как бы к пятке. То есть не вот здесь, а вот здесь держать. Дальше смотрим. Чего еще кто увидит? Ну, сейчас более-менее 90 градусов нашли. Где-то было иногда вот так вот, да? Но опять, видите, постепенно вернулся вот этому удобно, да? Вот. Все-таки вот это пока тяжело. Вот. Ну, вот так он. Да, это усилие от стоп-то идет, как мы обычно работаем. Ну, тут равновесие, как-то очень сложно держать. Ну, да, требуется. Получается, что назад. Постепенно она будет развиваться. Хорошо. В другую сторону попробуем. Для баланса, конечно, требуется тоже здесь. Баланс очень хорошо здесь тренируется. Плечи сразу, это почти у всех, да. И в целом, ну, такая, как бы, немножко все-таки округлая позиция. Здесь натяжение. И вот в эту линию. Ну, основная ошибка это то, что слишком вертикально была нога. Пятка полностью прижать. Хорошо. Раскрутись, пожалуйста. Ну, вот более-менее подправили. Я акцентирую внимание. Если у вас сложности с поясницей и сложно делать низко, можно делать выше, но тем не менее, чтобы примерно, вот я высоко делаю, но тем не менее, небольшой наклон есть. Есть, видите, нога и спина примерно на одной линии. Если у меня в хорошей форме, могу пониже и вот так, вот так поискать где-то. Вот. Но в целом, чтобы не было, главное, вот такого прогиба, вот это плохо. То есть вы должны прочувствовать прямо изнутри, что есть растягивание, есть растягивание, натяжение, а не перегибы в позвонках. И вот на фоне вот этого растягивания мы немножко пробуем расшевелить. Причем во всех направлениях мы давали наружу, внутрь, вверх, вниз такое объемное 3D расшевеливание, понимаете? То есть не одномерное, а многомерное. Покажу, ну, такой уже, как бы, наиболее высокий уровень работы с этим столбом через образ. Вот почему изначально назвали Сянун Джан, усмирение, дракона. Дракон по восточной мифологии это такое существо, которое его сложно понять, сложно ухватить. Оно все время меняется, изменяется, все время извивается. И такое неуловимое существо, невозможно его понять, как бы высшее существо, неуловимое, не поймешь его, что это такое. И вот, когда мы мысленно обхватываем, сейчас я прям покажу, вот этой рукой в районе шеи, головы его беру, а здесь в районе хвоста, вот, и пытаясь его прижать, усмирить, чтобы как-то контролировать его. А он, наоборот, все время вот так извивается во все стороны. И мое тело начинает, вот я базовые направления скручивания, раскручивания, наружу-внутрь, вверх-вниз поймал. Я тоже начинаю уже одновременно во всех направлениях работать уже многомерно с этим столбом. Я покажу сюда медленно, а потом упакую вот эти микродвижения внутрь. Вот базу выстроил и пошло. Работа во всех направлениях одновременно. Он извивается, и я, чтобы его усмирить, сам должен быть, как убить дракона, сам стать драконом. Немножко понимать такое качество, когда я могу меняться во всех направлениях. Вот, это заметно. Теперь уменьшаю, чуть поменьше делаю. Я не знаю, куда он пойдет в следующий раз, и поэтому я очень слушаю, чтобы тут же откликнуться и вместе с ним стать. Вот, в другую сторону. Ну, сначала чуть заметнее покажу. И упаковываю. И очень такая интересная работа происходит, когда у меня все тело живое, извивается в этом, казалось бы, непростом положении. И потом вы получаете такое очень тело, которое пластичное, отзывчивое. Знаете, как у многих, ну, у нас не в Америке, можно называть их неграми. Негры, они изначально все такие пластичные, все такие, а западные люди более такие сильные, но такие немножко каркасные. Вот, здесь можно вот всю пластику тела раскочегарить, и бонусов много. Тазобедренные суставы, колени, поясница в первую очередь, шейный отдел позвоночника, плечи, руки, все тело начинает живое работать. Такой отличный цигун. Самое главное в нем не перестараться. Попробуем сейчас обхватить дракона за шею и за хвост, и попробовать его контролировать. Он будет издеваться во все стороны. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин